Уважаемые дамы и господа, Наша сегодняшняя передача рассматривает еще одну темную сторону украинского кризиса. Россия-24 сообщает, что украинский киберперкут взломал переписку бывшего адвоката Юлия Тимошенко Сергея Власенко с немецким врачом Ольгой Вибер. Киберперкут – это группа современных активистов, которая систематически работает в интернете, и хакерская атака на сайт НАТО попала в центр внимания. Согласно взломанной переписке, Власенко был посредником при обмене технического оборудования на органы. Эти берутся у украинских жертв войны, а также у лиц, одержанных в южных и восточных властях Украины, или поступали по другим темным каналам. 15 апреля 2014 года, когда киевские власти начали военную операцию, Вибер написала, «Судя по новостям, события нам на руку. Как думаешь, курс не менять?» Власенко отвечает, что им будет с чем работать, благодаря помощи западных партнеров. В других сообщениях Вибер радует известиям, что очередная партия разошлась хорошо, есть много новых заказчиков. Вибер периодически ругает его за некачественные поставки органов. «Дословно оно звучит так. Сережа, я тебе еще раз заказ дала, но в последней партии было много некачественного товара. Ты меня этим подставляешь». Власенко оправдывается, «Ты тут не была, не видишь, как все происходит, а условия становятся все сложнее». В ответ она предлагает, «Может, нам тогда лучше работать, как раньше, к тяжелым и безнадежным, хоть есть доступ нормальный, а условия не намного хуже». Исходя из этого диалога, видно, что не только жертвы войны желаны доноры органов. Судя по всему, существуют еще и другие источники. Может, в этой взаимосвязи можно объяснить местонахождение более 600 человек, пропавшие в Украине за последние несколько месяцев. В большинстве это были критики нового киевского правительства. В озломной переписке врач делает конкретные заказы на сердца, печени, почки, поджелудочные железы и легкие. В взаимосвязи с качеством поступивших органов Власенко критикует командира очистительного батальона восточно-украинской области Донбасс Семена Семенченко за неприменение соответственной технологии при изъятии органов. Власенко просил Семенченко профессионально извлекать органы, имеется в виду из еще живых тел, из-за чего в прошлом все же были проблемы. А именно, было много вопросов со стороны местного персонала, так что Власенко боялся, что дело провалится, как он это написал в письме немецкому врачу. До этого место освещения событий в России 24. Уважаемые зрители, согласно этому сообщению, у людей по заказу теленаправленно изымались органы. Не является ли это оплачиваемым заказным убийством? Не нуждаемся ли мы здесь в основательном вмешательстве правосудия? Пожалуйста, помогайте и вы распространять нецензурированные новости, открывать военные преступления и тем самым вызвать их конец. До свидания. Продолжение следует...